Всем привет! Меня зовут Томас Перри и это экстра разбор в честь того, что у Noise MC вышел новый альбом. И мы выбрали одну из песенского альбома, это песня «Заговор», и решили ее разобрать вместе с альбомом, сразу же выложив его в интернете. Заранее хочу извиниться, потому что мы подбирали по предсведенной демонстрационной записи еще не прошедший мастеринг, и возможно где-то мы что-то не услышали, какие-то элементы, или допустили какие-то ошибки, потому что, например, как факт, мы уверены, что в куплете у него звучит три гитары. Но третий гитар идет настолько таким задним фоном, что ее даже не было смысла подбирать. Разбирать и играть я буду сегодня элитными медиаторами фирмы Clayton. Это серия элитных медиаторов, они сделаны из панциря черепахи, из панциря мертвых черепах. Я надеюсь на это, по крайней мере, что черепахи уже были мертвы, когда врезали из панциря вот эту вот маленькую штучку. Но как факт, на самом деле, обалденный, очень удобный медиатор, хоть и дорогой, он там порядка 300 или 500 рублей стоит, но, естественно, очень крутой, он практически не стирается, потому что, сколько уже играю, он прям как новенький. Давайте для начала сыграем эту песню и разберем ее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Весь пробеж мы будем играть именно квинт-аккордами. Если вы не знаете, что такое квинт-аккорды, вы можете посмотреть на нашем канале урок, где я очень подробно рассказал, что это, как это, с чем это есть и как этим пользоваться. Давайте разобьем его на квадраты. Первый квадрат состоит из четырех аккордов. Это Фа-Ес, квинт-аккорды, Ре, Ми и Ля. Это классическая панкуха, поэтому мы играем все аккорды просто ударами вниз-вверх ровными долями. По четыре удара на каждый аккорд. В быстром темпе. Затем идет второй квадрат, в котором мы играем квинт-аккорды Ре, Ля, Си и До-Би. Либо Ре-Би-Моль, как говорит скрип, и не важно. Также по четыре удара на каждый аккорд. Объединяем их вместе. У нас получается... В быстром темпе. Запомнили первый квадрат и второй. Затем мы вновь играем первый квадрат. После него второй, за исключением одного аккорда. То есть у нас идет Ре, Ля. И здесь вместо Си мы берем аккорд. И после этого До-Би. То есть в первом случае во втором квадрате мы играем третьим аккордом Си. Во втором случае, во втором квадрате мы играем вместо Си аккордом Си. После этого снова первый квадрат. Первый квадрат у нас не меняется, он постоянно один и тот же. После этого мы играем первый квадрат. И второй квадрат тоже не меняю, тоже с аккордом Си. Затем опять первый квадрат, он не изменен. И под конец второй квадрат мы играем совершенно по-другому. Мы играем Ре, Соль, Ре и Ля. Итак, давайте еще раз медленно все вместе прыгаем. Теперь давайте сыграем это в оригинальном темпе, как это звучит на записи. После этого начинается куплет. В куплете все просто. Он состоит из четырех медаккордов. Фа диез, Фе, Ми, только Ми на седьмом ладу и Ля. Играем с приглушением. Для тех, кто не знает, как играть с приглушением, опять-таки, посмотреть урок. У нас есть урок на тему, как правильно и грамотно глушить струны. Мы делаем по четыре удара на каждый аккорд. Все удара у нас идут вниз. Два первых удара мы глушим, третий не глушим, четвертый глушим. Это стандартный панковский ритм. В оригинальном темпе это будет звучать так. И вот во второй раз на аккорде Ля он играет его без гушения, просто четырьмя ударами вниз, постоянно увеличивая ацент. Это тоже стандартный панков. Итак, мы играем два раза, потом начинается чудесная страна предприпевия. Для тех, кто не в курсе, есть такое понятие Pre-Chorus. В английском языке предприпев. В российском языке нет такого понятия, поэтому мы называем это страной предприпевия. В предприпевии... Все довольно-таки тоже просто. Мы просто играем обычные аккорды, ударяя по ним. Сначала мы играем аккорды Ре и Ля по одному удару. То есть поочередно Ре, Ля, Ре, Ля. Затем мы играем Фа-Диез, Ре, Ля и До-Диез. Но До-Диез... Сейчас объясню, зачем он там нужен. Фа, Ре, Ля. И вот здесь идет соло. По идее, там звучит две гитары. Одна играет на высоких это соло, вторая играет на низких. Но, чтобы создать какое-то разнообразие, мы под это соло на высоких подстелим аккорд Ре-Диез. Мы его сыграем с приглушением, чтобы он шибко не заглушал соло. То есть мы сделаем 8 ударов по нему приглушенными струнами. У нас получится. Объединяем эти две части в единую, у нас получается. Это мы играем два раза, и у нас начинается припев. А в припеве с одной стороны все просто, с другой стороны нет. То есть в припеве мы играем совершенно те же самые аккорды, что и в начале песни. Но они идут в другой ритмике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они играют с синкопой. Синкопа это когда новый аккорд начинается не на сильную долю, а на слабую перед ней. То есть не в начале второго такта, а в конце первого. То есть если мы в классическом варианте сыграем. То есть синкопой мы играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, вы понимаете разницу. То есть по идее мы делаем три удара по первому аккорду. Четвертый удар, который у нас должен быть по первому, мы бьем уже по второму аккорду. Следующий удар мы как бы пропускаем и тремя ударами доиграем до конца такта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем начинаем заново. Первый аккорд у нас получается ми. Мы играем его полноценно. Следующий аккорд, который будет ля, мы играем синкопой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так на протяжении всего припева. В быстром темпе это будет звучать так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз. Поделите весь припев на первый и второй аккорд. Первый аккорд. Играем три удара. Четвертый удар, который по идее должен приходиться на первый же аккорд, мы уже играем второй аккорд. Но играем его в два раза дольше по доле звучания. И потом три таких же удара, доигрывая второй аккорд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так всегда. Второй аккорд начинаем играть синкопой. Во всем припеве до самого конца. После этого идет второй куплет. Мы играем его точно так же. Потом опять прейкорус. Затем припев. И вот после второго припева мы играем снова пройграш. То есть, да, вы должны закончить припев, играете аккорды с синкопой, и тут же начать пройграш, который звучал в начале песни, играть те же самые аккорды, только уже ровными долями по четыре удара на каждый аккорд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть расприва заканчивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого начинается небольшой пройграш. В нем все очень просто. В первое половине играем аккорды Си, Ре, Ля и Ми. По одному удару на каждый аккорд. Так играем два раза. Во второй половине мы играем Ре, Фа, Фа диез, Ля. Снова. Ре, Фа. И заканчиваем на Фа диез. А, то есть все вместе это звучит... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только вот во второй раз, в самом последнем квадрате, он уже под конец Ре начинает его глушить. Он играет с глушением аккорда Фа, здесь нагнетая как бы обстановочку. И аккорд Фа диез он бьет по нему и проходит по струнам. То есть не отжимая пальцев мы проскальзываем вдоль грифа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там небольшая пауза, там барабаны делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинается финальный припев. В конце припева мы берем просто аккорд Си, тонику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть у нас получается... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте рассмотрим с вами лидирующую партию. Она гораздо проще, чем ритмичная. Здесь ничего особо сложного не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле все просто. Сперва мы играем на третьей струне седьмой-шестой лот. Затем на четвертой струне мы играем седьмой лот. Это основной элемент соло. Тянем эту ноту. Затем на четвертой струне мы играем шестой-седьмой-девятый. Затем на третьей струне мы играем шестой-седьмой-шестой. В таком ритме. Все вместе у нас получается. После этого снова играем эту часть. И вот здесь мы на третьей струне сыграем девятый, седьмой, шестой. И на четвертой струне девятый, седьмой и девятый. В том же самом ритме. Все вместе у нас будет звучать. В быстром тенге. После этого вновь играем. И вот здесь, под конец вместо вот этого, мы сыграем на девятом ладу третью, вторую струну. И затем на седьмом ладу первую. Ровными долями. Там идет одна четвертая доля. Да, там идет одна четвертая доля. То есть все вместе. Затем мы играем второй раз все то же самое, только в конце мы сыграем немножко по-другому. Мы сперва сыграем первую струну на десятом ладу. Затем на втором струне мы сыграем легкий бен с девятого лада с лазовым ладом. То есть мы должны сделать поддержку струны до звучания ноты на десятом ладу. И затем на третьей струне мы сыграем тоже девятый лад. То есть все вместе. В куплете в основном идет ритмичная партия, но лидирующая гитара на заднем плане что-то очень тихо подыгрывает. Мы сыграем на третьей струне шестой, седьмой и девятый лад точно таким же ритмом с приглушением, как мы играем аккорды. И четвертая нота это будет нота ля на седьмом ладу четвертой струны. Под конец периодически очень слышны такие две ноты. Поэтому их можно добавить чередой. Например, первый раз сыграть. Второй раз мы сыграем. В медленном темпе. На самом деле, да, мы немножко сомневаемся, действительно ли звучит так или нет. Потому что, я еще раз напомню, что мы это слышали в демонстрационной записи, где какие-то элементы могли еще не проявиться за счет того, что трек еще не был полноценно сведен. Вы же услышите полноценную студийную запись, где может оказаться то, что играется что-то немножко по-другому, чего мы изначально могли не услышать в деке. Дальше идет прекорус, где я показывал в кабеле, что можно играть двумя способами. Где можно играть... Или же... Значит, все просто. В первой части мы играем третью и четвертую струну на седьмом ладу поочередно. Либо по одному разу, либо по два. Затем мы ставим палец на третью струну седьмой лад. Затем мы ставим палец на третью струну девятый лад. Играем то же самое. Или... Так мы повторяем дважды. Или же. Во второй части мы играем вторую струну на седьмом ладу, третью струну на шестом ладу. Или... И после этого третью струну на седьмом ладу, и на седьмом ладу четвертую. Затем полутакта мы ждем. Там звучит аккорд ля. И под конец, когда ритм партии играет до диез, мы играем такой салат. На второй струне мы сыграем десятый девятый лад. На третьей струне мы сыграем одиннадцатый девятый. На четвертой струне мы играем одиннадцатый лад. Затем на третьей струне мы играем девятый одиннадцатый наоборот. И снова на четвертой струне одиннадцатый лад. Все играем ровными долями. Все это мы повторяем два раза, затем идет припев, в припеве лидирующая гитара ничего не играет, либо же на той версии, которую мы слышали, еще не было прописано на этой парте. После этого опять же куплет, все то же самое, прекорус, опять-таки, потом припев, после припева мы играем снова вступление. Затем идет проигрыш, в котором есть вторая гитара, но там она играет буквально пару нот, так что мы решили, что нет смысла ее встраивать, там все построено именно на ритмичной партии, и вторая гитара так создает какие-то все пару элементов. И в финальном припеве мы должны сыграть то же самое интро, что и в начале. Для новичков это может быть немножко сложно, потому что там идет неровный ритмик, а там идет синхопа, но играйте просто в неровный ритм, и все будет хорошо. Вот, собственно, вся песня. Для тех, кто не в курсе, я хотел бы в первую очередь напомнить о том, что в пятницу у нас выходит основной разбор, во вторник у нас выходит блок, бонусы, уроки и так далее, и периодически в другие дни недели мы выкладываем какие-нибудь небольшие сюрпризы. Обязательно комментируйте, пишите в комментариях то, что вы хотите увидеть, чего вам не хватает, чего вы ожидаете, что бы вам понравилось, если бы мы засняли, записали, разобрали и так далее. Пишите, что вы думаете по поводу суши. Я вот не люблю суши, я в свое время их переел, жрал целый месяц, почти каждый день, и мне после этого было плохо, и я не могу их теперь есть. Если вы любите суши, пишите. Если вы тоже не любите суши, тоже, пожалуйста, пишите. Мне скучно. Знаете, как одиноко дома одному сидеть? А так, опа, комментарий. В остальные дни недели мы выкладываем какие-нибудь другие видео, так, для поддержания интереса, что ли, нет, что-то как-то... Фановые видео, и иногда в какие-то другие дни недели мы выкладываем какие-нибудь другие видосы. Что за бред, блядь? Итак, давайте для начала с вами разберем ритм-партию в этом куплете. Сразу! В этом... В этой куплете. В этой... В ЭТОЙ КУПЛЕТЕ! Так, давайте для начала с вами разберем акустическую партию в этой песне. Акустическую партию в этой песне. А потом барабаны. Акустическую партию в этой песне.